Когда вы смотрели ролики, где я показывал бег ребенка, обратили ли вы внимание, что я бегу, действительно слегка согнувшись, как бегают действительно дети, руки болтаются. Следующее, что я слегка наклонен вперед. Этот бег похож еще на бег уставшего человека. Если посмотрите, то этот бег похож на бег пожилого человека. Почему бег уставшего похож на бег ребенка? Да потому что в это время человек старается бежать так, чтобы экономить силы, чтобы не расходовать их зря. Пожилой человек, у него уже масса болезней, проблем, и он не будет быстро бежать, он идет слегка шаркая. И, кстати говоря, похоже, так же и бегает ребенок. Кстати говоря, ребенок, когда бежит, как определить, что бежит ребенок? Потому что он всегда топает. Не зря даже песня. Топ, топ, топает малыш. То есть дети всегда топают. И если вы посмотрите, я думаю, что некоторые из пожилых людей обратили внимание на то, что этот бег чем-то напоминает бег или движение людей, болеющих очень серьезной болезнью, болезнью Паркинсона. И вот этим бегом, именно этим бегом можно помочь в начальной стадии этого серьезнейшего заболевания. То есть природа тебе показывает, как нужно справиться, а часто люди с этим борются. И поэтому занятия по принципу бега ребенка могут омолодить организм и помочь очень многим справиться, по-настоящему выздороветь от болезни Паркинсона.